Всем привет, ребята! С вами GoodApple, и думаю, каждый хотя бы раз, но видел таймлапс. Да, не каждый знает, что это такое и как его сделать, но думаю, в 2021 году вы просто не могли его не видеть. А тем более, если вы любите смотреть Майнкрафт, но думаю, раз уж вы уже включили это видео, ответ на этот вопрос решился сам собой. Что ж, ну а сейчас я вам покажу и расскажу, что такое таймлапс, ну и как же он делается. Ну а перед началом просмотра, скорей жмякай на кнопочку лайка, это очень меня стимулирует к новым видосам. Ну а также, не забудь жмякнуть на кнопочку подписаться, а мы погнали! Что ж, друзья, пенис я сделал, но из-за хейтеров, правое яйцо оказалось немного меньше. Что ж, сразу скажу и скорее всего вас обрадую, таймлапс делается довольно просто. И для начала нам нужно взять командный блок, ну а для этого, значится, открываем чат и записываем такую команду. Ставим слэш, пишем гив, собака s, команд блок и для активации отправляем эту команду в чат. Так, и вот командный блок у нас уже в руках. Ну а теперь можно переходить к подготовке самого таймлапса. И если вы совсем не хотите париться, то таймлапс вполне можно сделать всего на одном командном блоке. Да, и причем этот способ будет вполне полноценный, тем более если вам нужно будет снять таймлапс всего пару раз, то этот способ вам будет в самый раз. В общем, ставим командный блок, где вам удобно, то есть там, где он не будет мешаться и попадать в кадр. Конечно, если вы не собираетесь снимать таймлапс про этот командный блок. Ну а затем заходим в него и записываем такую команду. Execute собака а, в квадрат на скобках t равен кам, то есть сокращенно камера. Дальше ставим три тильды, пишем tp, собака s, дальше ставим три вот такие стрелочки. Кому интересно, по правильному они называются циркумфлекс. И здесь мы настраиваем направление и скорость движения. Все это указывается после первой стрелочки. И смотрите, без минуса это движение влево, то есть мы будем двигаться в левую сторону. А если же поставим минус, то будем двигаться вправо. Что ж, с направлением думаю все понятно. Ну а скорость мы указываем просто цифрой. Если что, минимум это 0,1. Ну или кому понятней, 1,1. Если что, за единицу берется блок. То есть если мы поставим 1, то мы будем телепортироваться с центра одного блока в центр другого. И да, ставить больше единицы я вам не советую. Потому что обычно при съемке таймлапсов они затем просто ускоряются. И если вы и так быстро двигались. То на видео при ускорении вы будете двигаться вообще со скоростью флеша. Что ж, с этим думаю разобрались. Дальше пишем фейсинг. Теперь выходим. И узнаем координату центра, вокруг которого мы будем крутиться. Конечно указывать центр вы можете абсолютно где угодно. Но обычно он указывается либо в центре будущей постройки. Либо просто в центре какой-то местности, которую вы собираетесь снимать. Неожиданно, правда? Ну а я для примера укажу координату прямо на этом командном блоке. У меня это к примеру 622, 75, минус 107. Значит снова заходим в этот командный блок. Записываем нашу координату. И ставим командный блок на режим цикла. И работает всегда. Есть, теперь отлетаем на нужное нам расстояние. Так, и также нам нужно сразу выбрать высоту. Потому что двигаться мы будем только вбок. Да, то есть высота у нас будет оставаться постоянной. И затем, как мы определились с нашей позицией, мы открываем чат и записываем такую команду. Ну а команда нам нужна для получения нужного тега. То есть ставим слэш, пишем тег, собака s, add, и пишем как мы указывали в командном блоке, come. Да, то есть этот командный блок работает только с теми игроками, у которых есть тег come. И как только мы получаем нужный тег, то нас сразу же начинает телепортировать вбок. То есть закручивать, потому что мы всегда смотрим в ту точку, которую мы указывали. Ну а все, что нам мешает на экране, это вы не обращайте внимания, потому что мы запросто это можем убрать. Но это я вам покажу немного позже. Ну а чтобы это отключить, нам просто нужно удалить тег come. Для этого мы также открываем чат и записываем такую команду. Ставим слэш, пишем тег, собака s, remove, come. Отправляем эту команду в чат для активации, и как только мы удаляем тег come, мы сразу же останавливаемся. Что ж, думаю с этим все понятно. То есть для включения нам нужно получить тег come, а для отключения нам нужно его просто удалить. Ну а если вы вдруг решите снимать таймлапс где-то в другом месте, то не нужно будет переписывать полностью всю команду. Для этого просто в конце команды, там где записана координата, на ее месте нужно будет записать новую. Что ж, ну а теперь давайте-ка я вам покажу, как же это можно прокачать. И сразу скажу, это вам пригодится, если вам нужно снять много таймлапсов. Да, то есть если вам нужно снять всего пару таймлапсов, особо это вам не поможет, и это для вас будет лишь лишняя морока. Хм, что же это может быть? А это мы сделаем быстрый переключатель. То есть мы сможем легко и быстро включать и выключать съемку таймлапса. В общем, для этого мы снова берем командный блок, ставим его прямо рядом с нашим основным командным блоком, заходим в него и записываем такую команду. Экзакьют, собакаа А в квадратный скобках Т, графен кам, ставим три тильды, пишем экзакьют, собакає в квадратных скобках Т и правен сноубол, запятая R равно 1 и 5. Ставим три тильды, пишем экзакьют, собакає в квадратные скобках Т и правен armor stand, запятая, name равно switch. Снова ставим три тильды, пишем тп, собака с, дальше ставим три таких стрелки после третьей один и ставим командный блок на режим цикла и работает всегда. Есть, и как вы помните, наш основной командный блок также стоит на режиме цикла и работает всегда. Так вот, работает всегда мы переключаем на необходим красный камень. Что ж, и ставим третий командный блок. Кстати, да, не волнуйтесь, это, если что, последний командный блок, да и кроме того, в нем будет довольно простая команда. Ну а ставим мы его за вторым командным блоком, то есть вы понимаете, да, вот это у нас первый, то есть основной командный блок, здесь у нас стоит второй командный блок и здесь мы поставили третий. То есть их расположение довольно важно, ну а теперь заходим в этот командный блок и записываем в него такую команду. Тп, собака е в квадратных скобках, тп равен армор стенд, запятая, нейм равен свитч, закрываем квадратную скобку, теперь выходим и нам нужно узнать координату на первом, да, именно на этом основном командном блоке. У меня это, к примеру, 622, 75, минус 107, записываем ее в наш командный блок и больше в этом командном блоке мы ничего не меняем. Теперь берем нажимные плиты, ставим их по крайним командным блокам, так, а на центральный командный блок мы ставим армор стенд. И да, еще важно, чтобы он смотрел в сторону третьего командного блока. Ну и затем, как мы и указывали в командных блоках, мы заранее названной биркой даем армор стенду имя свитч, если что, свитч в переводе на русский это просто переключатель. Ну что, и вот наш механизм полностью готов, и теперь мы снова можем смело себе выдавать тег кам, но теперь мы не будем сразу же телепортироваться, потому что, как вы помните, этот основной командный блок мы отключили. То есть теперь, пока на этот командный блок не будет подаваться редстоун сигнал, он работать не будет, так что мы смело открываем чат и снова записываем команду, чтобы получить нужный нам тег. Так, отправляем эту команду для активации в чат, и вот наш механизм полностью готов к использованию. Но как же им пользоваться-то? А мы все так же, для начала отлетаем на нужную нам позицию, так, и затем, чтобы активировать наш механизм, для этого у нас есть снежок. Ну и думаю, здесь не сложно догадаться, что же с ним нужно делать. Да, то есть мы его выбрасываем и, собственно, сразу же начинаем двигаться. А когда нам крутиться надоело, мы все так же выбрасываем снежок и сразу же останавливаемся. Что ж, с управлением, я думаю, здесь все максимально просто и понятно, так что теперь давайте-ка я вам покажу, как же убрать все лишнее с экрана. Значит-то, сначала заходим в настройки, ищем раздел видео, и здесь у нас должно быть активировано скрыть руку, скрыть куклу и скрыть индикаторы. Дальше заходим в раздел игра, и если у вас включены координаты, а я знаю, они у вас по-любому включены, потому что как бы вы еще указали центр, вокруг которого будете крутиться. В общем, их мы также отключаем. И еще, в разделе управления касанием, у нас должно быть отключено разделение по элементам. Это для того, чтобы у нас не было крестика по центру. В общем, думаю, здесь все так же понятно. В настройках мы отключаем все, что отображается на экране. Дальше нам нужно будет использовать две команды. Значит-то, открываем чат и записываем первую. Ставим слэш, пишем game rule, command block output, пишем false, и отправляем эту команду для активации в чат. Дальше снова открываем чат и записываем вторую команду. Значит-то, так же ставим слэш, пишем game rule, ну а второе слово у нас уже будет send command feedback. Дальше так же пишем false, и так же для активации отправляем эту команду в чат. Есть! И вот теперь у нас все готово к записи таймлапса. Эмм, правда есть одно но. Перед тем, как будете отключать индикаторы, не забудьте сразу в руку взять снежок, иначе потом не получится. Собственно, с этой проблемой я сейчас и столкнулся. Что ж, проблема решена, и как вы понимаете, когда мы держим в руке снежок, его не видно. Собственно, поэтому вы сразу можете и не понять, в чем дело, и почему же у нас все-таки не включается таймлапс. Но, хоть снежок и не видно, когда он у нас в руке, мы все так же по-прежнему его можем бросать. Но работает это все так же, как и до того, как мы убрали лишние значки с экрана. То есть, при первом броске мы как бы активируем наш таймлапс и начинаем крутиться, ну а при следующем броске, наоборот, останавливаемся. И так работает по кругу. Кстати, если вы собираетесь снимать таймлапсы не где-то в одном месте, а в разных местах, которые будут находиться достаточно далеко друг от друга, тогда вам нужно будет сделать следующее. Станьте рядом со своим механизмом, откройте чат и запишите такую команду. Слэш, тикинерия, эд, киркл, ставим три тильды, один и запишите любое слово на английском. Это будет название вашей тактовой области. Ну и дальше, как вы уже знаете, для активации эту команду нужно отправить в чат. И с помощью нее область, в которой вы находились, будет оставаться постоянно прогруженной. Вне зависимости от того, насколько далеко вы от нее отдалитесь. И последнее, если вы хотите делать огромную и, соответственно, долгую постройку, тогда вам нужно будет довольно сильно ускорять таймлапс, чтобы он не был слишком долгим. И чтобы не получилось так, что на таймлапсе вокруг постройки вы крутитесь слишком быстро, ваше кручение можно еще гораздо больше замедлить. Ну а чтобы это сделать, вам нужно просто в первом, то есть основном командном блоке, выставить задержку в тактах. И здесь, конечно, вы уже должны подобрать сами, как вам больше подойдет. Но я считаю, что задержка в 10 тактов вполне подойдет для достаточно большого ускорения таймлапса. Ну а на этом все, ребятки! Всем огромное спасибо за просмотр! Вот такой ролик у меня получился в этот раз. И если он тебе понравился, обязательно не забудь поддержать меня своим мощным лайком. Ну а также, если у тебя все еще горит красная кнопка подписаться, скорее делай ее серой, отвечаю это намного круче. И присоединяйся к нашей пока что не очень большой, но очень дружной семье. И да, ребят, кто еще вдруг не знает, у меня на канале есть очень приятная, уже можно смело сказать, традиция. Да, а именно бесплатная реклама. Розыгрыш этой рекламы проходит в каждом основном ролике по майну, то есть в ролике с механизмом в Майнкрафте. И да, обычно участников немного, поэтому шансы на победу довольно велики. Но, сразу говорю, короткие видосы с простым механизмом под музыку, они не учитываются. То есть этот формат не подходит к основному, хоть он и с механизмом в Майнкрафте. Ну а кому интересно, все условия для участия в розыгрыше смотрите в описании. Ну а с вами, как всегда, был GoodApple. Всем до скорого и всем пока!